Бسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد. Продолжая разговор о том, как практиковать великие нравы в пределах семьи, сегодня поговорим о следующих нравах. Первый — это справедливость. Аллах, Субхану Ата'аля, сказал в Коране, в суре номер 16, айя номер 90, воистину Аллах повелевает блюсти справедливость и делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предрассудительные деяния и бесчинство. Он увешивает вас, быть может, вы поминайте назидание. Уважаемые зрители, справедливость — это минимум. Я почему говорю? Потому что на самом деле ниже справедливости не должны опускаться отношения в семье. И иногда мы, как некоторые ученые говорят очень красиво, иногда мы жалуемся на несправедливость в обществе. Ученый один говорит, что несправедливость начинается в семье. Когда у нас в наших семьях нет справедливости, мы не можем рассчитывать на справедливость в обществе. Когда муж относится несправедливо к своей жене, когда жена относится несправедливо к своему мужу, родителям к своим детям, дети к своим родителям, это означает, что это и будет находиться в обществе. Справедливость — это означает отдавать каждое свои права. И при этом иметь право требовать тоже свои права. Вот это и есть справедливость. Поэтому я говорю, это минимум. Что значит быть справедливым? Это значит, я даю жене ее права и имею право требовать свои права. И это очень важно бывает иногда, уважаемые жамааты, для решения споров и так далее, когда возникает в семье. Но я хочу вернуться и напомнить о том, что мы сказали раньше, когда мы говорили о нраве благочестия. Да, мы говорим, что справедливость — это минимум, но для того, чтобы семья жила спокойно, мы должны прибегать больше к благочестию. Благочестие, помните, мы говорили, это означает не только давать второй стороне ее права, но и еще больше. И даже бывает из-за благочестия одна сторона жертвует своими правами ради сохранения отношений. Поэтому я хочу сказать, нам бы хотелось, чтобы больше мы были благочестивыми, и тогда будет жизнь более спокойна. И прибегать к справедливости только тогда, когда, не дай Аллах, возникают споры, возможно, и когда уже, скажем, нет возможности обратно, решили на, скажем, не дай Аллах, еще раз подшеркиваю, решили на развод, например. Делайте это справедливо, не нарушайте права, отдавайте каждому свои права. Поэтому мы говорим, что справедливость — это минимум, что требуется в отношениях между членами семьи. Следующий нрав — это шедрость. Когда мы говорим о шедрости, тут же люди начинают думать о каких-то материальных вещах. Но это, конечно, входит в понятие шедрости. То, что муж, если имеет возможность, должен быть шедрым со своей женой, со своими детьми. Должен расходовать, а не накапливать деньги. Потому что, помните, мы говорили, наилучшую награду человек получает от того дирхама, который он израсходовал на свою семью. Когда есть возможность, финансовая и материальная возможность, расходовать в пределах шариата, естественно, не надо скупиться, надо расходовать. А для чего деньги? Для чего деньги, если не будут именно направлены на то, чтобы обрадовать свою жену, обрадовать своих детей. Но я хочу сказать, понятие шедрости не останавливается на этом. Шедрость имеет отношение к любому благому деянию. Поэтому мы говорим, что нужно быть шедрым своими отношениями, а не только материально. Поэтому пророк, саламу асалам, обратите внимание в одном из речений, которые приводятся в Аль-Адаб Аль-Муфрад в Аль-Бухари, когда говорил о скупости. Пророк, саламу асалам, что сказал? Сами жадный, скупой человек среди людей, это тот, который даже жалко ему приветствовать других. Обратите внимание, здесь речь не идет о том, что жалко ему давать деньги, жалко ему давать садака. Жалко даже приветствовать. Это и есть скупость, уважаемый жамаат. Поэтому, когда мы говорим о шедрости в семье, мы говорим о шедрости в отношениях. Мы говорим о шедрости в улыбках. К сожалению, некоторые братья раздают улыбки направо-налево своим друзьям, а как только заходят домой, они заходят с таким лицом серьезным, как будто он зашел куда-то, где ему вообще и абсолютно неприятно. Улыбаться своей жене, улыбаться своим детям, быть мягким со своей женой, быть мягким со своими детьми. Жене, чтобы она была шедрой, опять-таки не только материально, чтобы она была шедрой в своем уходе за мужем, за детьми. Она была мягкой, чтобы она это делала с легкой душой, чтобы она это делала шедро. Вот это тоже, когда мы говорим о шедрости, мы это тоже имеем в виду. Следующий нрав очень важный. Нрав — это умение сдерживать свой гнев и прощать людям. И прощать людям, значит, здесь, когда речь идет об отношениях между членами семьи. К сожалению, мы иногда не удерживаем свой гнев. И, к сожалению, иногда мы не готовы прощать друг друга в пределах семьи, я говорю. Хотя это очень великое качество, о котором Аллах говорил и сказал, стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро. Сура номер 3, ая номер 133-134. Очень часто, уважаемые жамаат, и даже большинство разводов происходит именно во время гнева. Почему? Потому что он не сдерживал свой гнев. Он не может прощать. Это уже беда, потому что, к сожалению, это отражается отрицательно на семью. И что очень плохо, когда из-за отсутствия вот такого духа, что он не может прощать, не хочет прощать, он уже думает, иногда некоторые мужья, например, думают, что его коллега на работе лучше, чем жена. Уважаемые жамаат, чем больше живешь с человеком, тем больше ожидаются ошибки с его стороны. Поэтому, когда ты каждый день живешь со своей женой, каждый день живешь со своим мужем, ожидаются ошибки больше. Поэтому нужно быть готовым на прощение больше. Они делают такие неправильные сравнения, которые иногда некоторые делают. Ага, жена ошибается, а вот соседка не ошибается. Значит, соседка меня любит больше, чем моя жена. И уже серьезно это отражается на отношениях в семье. А с соседкой сколько раз видишься? А с женой сколько раз видишься? Чем больше отношений с человеком, тем больше можно ожидать ошибки. И нужно быть готовым закрывать глаза на эти ошибки, прощать для того, чтобы сохранить жизнь. И не делать, извините за выражение, такие глупые сравнения, которые иногда приводят к разводу, что якобы тот человек не ошибается со мной так много, как мой близкий муж или жена. Значит, он меня любит больше. Дай Аллах, чтобы мы были из тех, кто сдерживает свой гнев. Я еще раз подчеркиваю, потому что 90% разводов происходит именно из-за того, что мужчины не умеют сдерживать свой гнев. И когда приходят к судье, говорят, пожалуйста, найдите нам выход, потому что я развелся, я был в гневе. А почему ты не сдерживал свой язык, когда был в гневе? А кто разводится, когда ему просто радостно? Естественно, гнев будет, но нужно сдерживать себя, нужно держать свой язык и уметь прощать, тогда сохранится семейная жизнь. Дай Аллаху, чтобы мы строили отношения в семье на основании этих нравов, о которых мы говорили, чтобы все благочестивые нравы имели место в наших отношениях в семье, и чтобы они были основой для построения крепкой мусульманской семьи. Субханакаллахума, бихамдик, ашхаду, аля илла 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 ант, астагфирука, атубу иллайк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok